Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста проекта 18.95. Йоу. Дайте жалобную книгу на минутку, посвященную преминутному разбору фильма Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Его ведущий я Станислав Дединский. И я Наталья Рябчикова. И сегодня в гостях наша коллега, киновед, историк кино, сотрудница Музея кино Алиса Мамедова. Всем привет! Которая решила обсудить с нами очередную 19 минуту этого фильма, минуту, в которой затрагивается тема объективации женщин в кино. Прежде всего в советском, но не только в советском, а вообще в кино в целом. Мы попробуем немножко так обобщить поступок, который совершает герой Попанова по отношению к буфетчице. Посмотри минуту. Ну скажи мне, пожалуйста, Клау, ты человек культурный. Ну чем это все ему плохо, а? Тихо, чисто, культурно, уютно. Если посидеть, где время провести, а ведь этот плюш, я бы сказала, зубами вырвут. Да за такой плюш любая дамочка полжизни отдаст. Это точно. Нет, не будем, не будем мы всяким стиляжным вкусом потакать, не будем. Мадерн им нужен. Мы не для Мадерна работаем, а для советского простого человека. Что происходит в этой минуте? Что происходит в этой минуте? Во-первых, у нас продолжается прекрасное движение камеры, проезд ее от парной стойки к столику, и теперь мы идем обратно вместе с Клавой. Проезд в одну сторону у нас был в прошлой минуте, сейчас мы ровно обратно идем вместе с Клавой и вместе с Кутайцевым, который параллельно продолжает высказывать свою реакцию на статью Никитина. Что там важно? Там два раза звучит слово, которое и в предыдущей минуте прозвучало, и которое прямым образом относится к статье Никитина, по всей видимости. Как мы уже говорили в прошлой минуте, на самом деле мы большую часть этой статьи, ее текста не знаем, но Раечка, одна из официанток, упомянула, что там что-то про культурность. И здесь герой Папанова тоже апеллирует к Клаве как к культурному человеку, и потом описывает, собственно, ресторан Дуванчи как место, где культурно, уютно, можно где посидеть, где время провести. И кажется на сегодняшний взгляд, на сегодняшний слух, что это просто такой вот культурно-культурно. На самом деле это очень важное понятие, которое, в принципе, еще раз нам показывает, кто такой Кутайцев, откуда он взялся и что он представляет собой как тип. То, что противостоит вот этим стиляжьим вкусам, которые он потом тоже, естественно, упоминает, и этому модерну. Культурность — это, ну, понятно, некие манеры, некая степень культуры, и это не просто какая-то культура, а это термин, который связан, в принципе, с историей России. И он появился впервые еще в конце XIX века, когда народники пошли образовывать и оккультуривать народ. Тогда вот этот термин «культурный человек» появился впервые в русском контексте в том смысле, что человек, который не просто обладал знаниями, но обладал манерами, вплоть до каких-то очень простых, типа не плевался на пол. Вот эта политика культурности была подхвачена в 30-е годы в Советском Союзе, когда массово для строек первой и второй пятилетки были рекрутированы крестьяне, которые приезжали в города, наполняли эти города, составляли такое хаотичное, неуправляемое море людей, которых нужно было оккультуривать. И вот в 30-е годы этот термин означал довольно простые и довольно примитивные даже вещи, что культурный человек должен мыть руки, не плеваться на пол, не бросать шелуху, не ругаться матом в общественных помещениях. Культурный человек должен чистить зубы, вот как бы до такого. То есть это такой процесс оккультуривания, который осуществляло советское государство для того, чтобы ассимилировать вот этих новых советских горожан, советских граждан. Такая появилась новая прослойка, новый такой средний класс советский. То есть то, что могло раньше ассоциироваться с манерами буржуазными, значит враждебными, теперь было необходимым качеством нового советского человека. И вот именно к этому и относится вот эта фраза, которую произносят кутайцев, именно это он имеет в виду. То есть как мы уже упоминали, и скорее всего еще не раз нам это предстоит упомянуть, он как раз скорее всего человек, который пришел в эту систему где-то в 30-е годы, и он продукт именно этого времени. Для него именно это важно в ресторане «Дуванчик». Как только есть вот эта некая культурность, дальше все хорошо. И плюш — это одно из воплощений, видимо, культурности. Музыка, время провести — это другие воплощения, да? А модерн и стиляжи вкусы — это уже нечто, что ему совершенно не близко и даже противоположно вот этому идеалу 30-х годов. Мне кажется, он такой типичный герой Зощенко, нет? В чём молодость пришлась, может быть, на 20-е годы, а потом понахватался он всего, да? И дальше стал делать карьеру в 30-е и 40-е в сфере бытового обслуживания. Не то, чтобы он даже понахватался, а вот его именно научили так. То есть он как раз продукт этого, вполне возможно, да. А стиляжи вкусы? Что он имеет в виду под стиляжами вкусами? Всё-таки, может быть, не все знают, наши слушатели, стиляги — это такие, ну, своего рода хипстеры 50-60-х годов. С большой, конечно, натяжкой, но можно провести некоторую параллель, что, собственно, сделал в своё время режиссёр Валерий Тодоровский в своём фильме «Стиляги». Собственно, который на английский и переводился «хипстерс». Тем более. Тут какая-то, мне кажется, возникает тема тривистей в советском кино, нет? Вот это вот всё. Плюш. Вдавильное поведение героя Попанова, который разыгрывает очередной маленький концертный номер перед очень небольшой аудиторией, точнее, перед одной официанткой. Я сейчас процитирую то, как эту сцену описывает один из биографов Попанова в биографической книге, посвящённой этому актёру. Упитанный и гладкий, набриолененный, парадно-вылощенный, при бабочке, с тоненькой ниточкой усов, заместитель директора кафе Адуванчик, путается в мельтешилой стойке. Незаметно опрокинул и рюмашку, налитую под прилавком с мекалистой официанткой, мимоходом смачно ударил её пониже спины, угодливо изогнулся, перед недовольным посетителем спрятался за портьера, трусливо наблюдая за дракой. Ещё несколько штрихов, моментальный портрет готов. Тут, конечно, немножко всё смешано, да, в разные минуты, разные сцены и так далее. И даже кое-что переворвано, потому что, конечно, он не бил официантку пониже спины, а скорее её ущипнул. Мы к этому зависим от оптики. Да, зависит от взгляда. А что там в сценарии? Почему, мне кажется, важный вот этот монолог такой, немножечко в стиле театра Варьете, как ты говоришь, у Попанова? Потому что он, на самом деле, в отличие от некоторых его привнесённых, как бы импровизационных добавлений в эту роль, он как раз был прописан вполне точно уже в литературном сценарии. И вот эта демонстрация плюша, это больное обращение с Зинаидой, это отсылка к культурности, всё это уже было в сценарии, поэтому здесь как раз именно авторы выписывают для режиссёра и для актёра вот эту траекторию, которую, ну, Попанов немножечко рассвечивает, конечно, своими ужимками, но, в принципе, всё это уже есть именно в тексте. Ну, так, собственно говоря, что делает кутайцев? Кутайцев мало того, что пьёт на работе, и прокидывает рюмку довольно таким техничным движением руки, и не менее техничным, чем тот жест, с помощью которого буфетчица подаёт ему эту рюмку. В общем, пьёт на работе, закусывает официанткой, я бы так сказал, точнее, буфетчицей, ущипнув её где-то в районе Талии, а дальше идёт жаловаться на свою тяжёлую жизнь. И всё это как-то происходит ещё буднично, как бы довольно привычно, никого это не удивляет, как ещё там 20 лет не удивляло назад многое из того, что, не знаю, происходило на премии «Оскар», когда какой-нибудь актёр отпускал какие-нибудь комплименты в адрес актрисы какой-нибудь на сцене, или, в общем, новая этика сюда не то, что не добралась, она здесь даже ещё не ночевала. Я смотрела 20 лет назад премию «Оскар», там что-то я ничего такого не помню. Я тебе покажу потом отдельно. А что плохого в комплиментах на сцене? Да, я тоже напишу. Нет, 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 подождите, подождите. Мы сейчас говорим про какие-то более вольные вещи. Такое поведение Кутайцева сегодня бы, если бы оно произошло в жизни, ну, наверное, вызвало бы скандал, а уж кино-то наверняка тем более бы его бы осудили, по крайней мере, за рубежом. Так, подождите. Вот я с твоим студентом на первом курсе пытаюсь говорить, что не нужно путать героя и авторов. Есть фильмы Дэвида Уорка Гриффита в «Рождение нации», где расисты хорошие, и поэтому теперь проблема в американской истории кино с Гриффитом, и уже довольно давно. Есть герой Кутайцева, который, ну, явно здесь, этот штрих ему дан именно как характеризация его. И ни сценаристы, ни режиссёр, ни актёр не говорят нам, что это нормально. А я такого не говорил. Я сказал, что для Кутайцева это очень органично. Не для режиссёра, не для актёра, конечно же. Именно для его персонажа. И сейчас такое вполне можно было бы увидеть на экране, если это необходимо. Вот. То есть, на самом деле, та объективация, про которую можно говорить в связи с этим, она происходит в этом фильме в других вещах и в других сценах, а совсем вот не в этой. Но тут, скорее, мы обратимся к нашему эксперту-женщине. Спасибо большое. Я, на самом деле, конечно, совсем не эксперт в этой теме. Более того, я этим и воспользуюсь, чтобы прояснить хотя бы, что мы имеем в виду под объективацией женщины в кино. В кино. Потому что я абсолютно согласна с Наташей. Это то, с чего я хотела начать, что в данном случае это важная черта персонажа. Мы не воспринимаем это как норму и как взгляды Рязанова. Но тут, на самом деле, как бы второй вопрос. То есть, самый главный вопрос, когда в кино это началось, в какие формы это принимало? Ну, собственно говоря, женщина в кино всегда была главным объектом внимания кинетографистов, главной приманкой многих фильмов, да, еще с момента появления кинематографа. Звезды, соответственно говоря, их визуальные образы, имена, с помощью которых можно было продать много товаров. Ну, собственно говоря, практически до последнего десятилетия, да, даже в рекламе это был главный тренд всегда, когда какой-то товар продается через образ женщины. Как-то незаметно-незаметно его сменили котики. Ну, это правда. Если обратиться, очень часто в рекламе встречается какая-нибудь милота. Котики, которые сидят на какого-нибудь там, не знаю, пылесосе, на каких-то вещах, которые, в общем, надо как-то мимимизировать. Котики, пьющие пиво. Ну, в общем, есть разные варианты. Я к тому, что даже вот сексуальные образы были подъяснены мимимишными образами. Не знаю, о чем это говорит. Может быть, какая-то инфантилизация культуры в этом есть. Но, тем не менее, в кино это было всегда, и, в общем, как бы женщина была объектом желаний главного героя мужчины. Здесь, конечно, в фильме «Дайте желудную книгу» отчасти это тоже есть, потому что, что у нас, в общем, является главным драматургическим конфликтом этого фильма, да. Битва, мнимая или реальная, двух мужчин, Никитина и товарища Кондакова, который появится чуть позже в следующих сценах этого фильма, за внимание и даже руку и сердце директора ресторана «Дуванчик». Вот. И, в общем, эти два персонажа были прописаны изначально в сценарии как плейбой. По крайней мере, товарищ Кондаков точно был более таким брутальным и любвеобильным персонажем. А Никитин, ну, как бы он, в принципе, на экране Борисову воплощен как типичный плейбой с узким галстуком, нахальный тип, да, красивый, нахальный, уверенный в себе тип. Кто-то пересмотрел сериал «Мэдмен». А я никогда не отрицал того, что для меня… Великий сериал. Великий сериал. Это просто мой один из любимых сериалов, но здесь просто та же самая эпоха, это русский «Мэдмен» в чистом виде, да, конечно. Вот, кстати, Алиса, как, помимо всего прочего, специалист по сериалу, может быть, может нам прояснить вот эту связь, потому что «Мэдмен» в том числе выстрелил, мне кажется, и потому, что они показали, проявили как раз вот этот мир, да, американской развлекательной рекламной индустрии в годы, когда ещё не было второй волны феминизма, да, и женщины, которые там пытаются пробиться. Мне кажется, что он как раз пытается выявить вот эту разницу между восприятием тогдашним и сегодняшним, положением женщины на работе, харассмента, объективации, если будем продолжать использовать это странное слово. Откажемся от него. Ах, вот как. Отлично. Опять мужской волонтаризм. Да-да-да. Конечно, да. Да, поэтому мне интересно, как действительно сочетается вот этот показ с тем, что мы видим у Рязанова. Может быть, они вообще несоизмеримы. Ты предлагаешь сравнить в смысле условно 60-е, которые показаны в России, в Советском Союзе, и 60-е, которые показаны в Америке. Там разная среда. Это тоже важно, потому что в «Мэдмен» взяли идеальный ракурс, они взяли рекламную среду. То есть люди, которые вынуждены всё время чувствовать последние тенденции. То есть в чём успех Дрейпера? В том, что он отлично чувствует время и отлично чувствует потребности аудитории. Но почему у него всё больше возникает проблем в дальнейших сезонах? Потому что он теряет хватку. Мы видим, как он стареет, там есть замечательные эпизоды, которые это показывают, в частности, как он слушает новый альбом «Битлз» и не включается в него. То есть всё, мы понимаем, что он теряет хватку. Ты знаешь, я просто пытаюсь провести, может быть, какую-то аналогию между Кутайцевым и Дрейпером. Такую странную немножко. Именно Кутайцевым и Дрейпером? Ну, просто Дрейпер персонаж, тем не менее, обаятельный. Мы видим, как он себя иногда некрасиво ведёт с женщинами, и мы всё равно ему симпатизируем. А Кутайцеву нет? Мне кажется, нет. Нет, да. Поверь, что Кутайцеву симпатизирует довольно трудно. Давайте всё-таки немножко расскажем нашим слушателям о том, почему для кино было важно всегда красивую женщину показывать на экране. Слушайте, ну мы можем вспомнить вот, к слову, про щипки. Фильм вспоминается сам «Лайкетхоз». Некоторые любят погорячее. И там, опять же, щипки, их очень много, и это всё комично, и очевидно, что нам показывают как раз как мужчина вдруг впервые оказывается в ситуации женщины, и они понимают гораздо лучше теперь, каково приходится женщинам, когда они сталкиваются с такими ситуациями. То есть это, опять же, мы не можем сказать, что это плохо, что нам показали, это же наоборот хорошо. Да-да-да. То есть там тоже Билли Уайлдер со своим сценаристом Изи Даймондом, они как раз не консервативно это показывают, они как раз это показывают прогрессивно. Хотя, опять же, мои студенты и студентки в основном, когда мы недавно смотрели этот фильм, некоторые это ощутили как нечто такое довольно негативное, то, как показана женщина, как она действительно там объективизируется, некоторые любят погорячее. Просто мы ещё параллельно посмотрели фильм, на котором это основывалось, немецкий фильм, который вышел за несколько лет до Билли Уайлдера, который тоже у нас прокатывался в 50-е годы, и там всё намного хуже. То есть там основная, естественно, коллизия та же самая, два музыканта должны переодеться женщинами, чтобы попасть в оркестр, но там всё намного более консервативно и намного более гетеронормативно, я бы даже так сказала. У Уайлдера там есть какие-то тенденции, в которых его даже немножечко обвиняли тогда ещё, что вот вы показываете что-то, относящееся к ЛГБТ, вы на что-то намекаете. Ну да, в конце же там есть сцена, когда герой Джека Лемона говорит, ну да, я вообще мужчина, ну, что у всех свои недостатки. Я никогда не рожу тебе ребёнка, усыновим чужого. Ну уж, если тебе и этого мало, я ведь мужчина. Ну, у каждого свои недостатки. И тем не менее, нам может сейчас показаться, что вот там Марлин Монро снята в таком платье, в таком освещении, что она вообще выглядит почти с голой грудью. Пу-пу-пи-дуп. И так далее, и так далее. Но факт тот, что они существовали в студийной системе, которая заточена под звёзд, но при этом они эту систему как раз вполне себе взламывали вот этой своей игрой с гендерными стереотипами. И на самом деле, если говорить о звёздах и о звезде как объекте, как сексуальном объекте, как сексуализированном объекте, есть такой прекрасный искусствовед английский, марксист Джон Бёрджер. В начале 70-х у него была замечательная серия передач по BBC, которая потом была издана как книга, называется Ways of Sane. И он там говорит о том, что в принципе западная культура она основывается, начиная с Ренессанса, на объективации женщины. Потому что картины заказывали мужчины, и будь там сюжеты мифологические, исторические, или пейзажи, словно говоря, женское тело там располагается таким образом и показано таким образом, что оно выступает как объект. И очень редко мы можем найти в классическом искусстве такие произведения, где женщина выступает субъектом. И по мнению Берджера собственно массовая культура XX века визуальная и XIX фотографии кинематограф, телевидение, реклама выступают просто наследниками вот этой традиции. И проблема в том, что и женщина, которая подключается к этой традиции, учится смотреть на саму себя как объект. И глядя на эти картины, например, она начинает, и это воспитывается естественно с детства, начинает все время пытаться видеть себя со стороны, как будто глядя в зеркало. И выбраться из этого взгляда очень сложно из-под этого взгляда. И как раз в то время, когда Берджер делала свою передачу, английская теоретика кино Лора Малви написала знаменитая эссе о визуальном удовольствии, которая как раз поднимает эту тему заново, и очень громко она это сделала тогда, и говорит о том, что в кино тоже все заточено как бы под мужской взгляд. Зритель — мужчина, который ассоциирует себя с главным героем, действующим, и желает объект женщину. Разумеется, после выхода статьи Малви было множество еще других статей, которые эту тему расширяли, каким-то образом модифицировали. Она сама писала тоже ответ еще в 80-е, кажется. И находились и другие варианты взгляда, которые нам предлагает кинематограф. Находились другие варианты объективации мужчины, например. Мы можем вспомнить о звездах 20-х годов голливудских, например, Рудольфа Валентина, который вполне себе выступает как сексуальный объект на экране для зрительниц. Мы можем вспомнить о том, что, в принципе, и зрительницы составляли в начале 10-е, 20-е годы большинство зрителей, кинематографа и так далее. Мы можем говорить о феминистском взгляде, который может проявляться во взгляде режиссера, женщины-оператора и так далее. Мой любимый пример — это то, как взгляд камеры и взгляд героини работают в фильме «Короткие встречи» Киры Муратовой. Собственно, почти на пару лет позже, чем фильм «Рязанова», где Муратова режиссер, Муратова сценарист, Муратова играет главную роль, и, в принципе, две главные героини, она и героини Нины Руслановой, которые образуют два угла треугольника с героем Высоцкого, они показаны по-другому, и Высоцкий показан по-другому. Чем мы это можем увидеть в фильмах, условно говоря, не знаю, Кинга Видера какой-нибудь или Хичкока «Окно во двор», который как раз часто используется как такой пример именно мужского взгляда, который нам навязывается. Вот. То есть не то, чтобы мы пришли к какому-то новому взгляду сейчас с движением Me Too, с феминистскими режиссерами. Кира Муратова никогда бы себя в жизни не назвала режиссеркой, и вряд ли назвала бы себя феминисткой тоже. Режиссер для нее это было слово, которое она заслужила, мне кажется. И она существовала как бы вовне вот этих теоретических историй, но она показывала абсолютную свободу, которая может быть в кино, в том числе с точки зрения показа женщины и мужчины на экране, как именно субъектов, а не как объектов. Ты пойми, я не хочу, чтобы меня разглядывали под микроскопом, я не червяк. Если даже червяк, я все равно не живаю. Я вовсе не разглядываю. Я просто на тебя смотрю, мне интересно на тебя смотреть. Ты что хочешь, чтобы я с закрытыми глазами, что ли? Ой, с закрытыми, с полузакрытыми. Вот я живу с полузакрытыми глазами, мне хорошо. Это такое очень долгое теоретическое отступление. Вот, прости, что тебя перебиваю, а не кажется ли тебе, что очень часто, когда сцены подобно этой, в которой кутается все подобным образом, очень часто современные зрители, когда смотрят, путают как раз позицию автора, режиссера, актеров и, собственно, персонажа, который ведет себя некрасивым образом. Они считают, что, демонстрируя что-то, автор произведения таким образом поддерживает неблаговидный поступок своего героя. Мне кажется, Олеся как раз про это и говорила, про некоторые люди погорячее в том числе, да? В том числе, да. Но мне кажется довольно странным все-таки считать, что если режиссер показывает что-то, может быть, нам не симпатичное, то он поддерживает это. Ну, не все же зрители насмотрены, некоторые трактуют все буквально и им очень нравится так непосредственно реакция на самом деле. Да, но это же делает не герой Борисова. Вот если бы это сделал герой Борисова, которому явно и авторы тоже симпатизируют, и мы все тоже, и мы к нему подключаемся, то это бы могло вызвать вопросы. А так? Ну, возникает вопрос дальнейший. Все-таки, как показано на экране, героиня Голубкиной. Которая появляется в следующей сцене, заплаканная девушка, ну, не в телефонной будке, но на грани слез и в своем кабинете, точнее, в чужом кабинете. Потому что, мне точно кутается вот того же самого. И, видимо, вот как замечал, точнее, еще заметит один из наших будущих спикеров. Вот все эти горшки на заднем плане, да, это, видимо, такие могилки цветков, в которых он тушил свои окурки. Возможно, или в которые она плакала. Или это души буфетчица-официанта, которая пришлась уволиться из-за некрасивого поведения товарища Кутайцева. Ну, так вот, вот как нам показана, собственно, Татьяна. У нас есть Клава, у нас есть Зинаида. Зинаида, мне кажется, все-таки и Рязановым показана, как такой вот, не то чтобы объект, но она действительно, появляется особо. Я про буфетчицу. Так как она персонаж второго плана, она вот, мне кажется, для этого существует. Но проблема в том, что, допустим, Татьяна, мы об этом говорили, в той сцене, когда она только появляется, воспринимается героями, сидящими за столом, Никитиным и его друзьями, именно как красивая девушка появилась. Ее прекрасные серые глаза. Да, собственно, вот, пожалуйста, вот что мы с этим делаем. То есть, в первую очередь, подчеркиваю, физиологические особенности, качество этого персонажа. Да, и поэтому вокруг этой фразы так много в фильме крутится. Сколько можно про это писать? Мы знаем, что он ей симпатизирует. Да, это довольно странная фраза для заметки, но она объясняется тем, что он, видимо, не знаю, с первого взгляда проникся к ней какой-то симпатии. Насколько это сейчас нормально, наверное, нет, но в целом это объяснимо. Ну да, сейчас бы это назвали какой-нибудь стокинг, наверное. Сейчас бы такую фразу просто вычеркнули заметки, потому что явно она не влезает в полосу и в статью, и ничего нового не добавляет к содержанию. На самом деле, да, даже странно, что и тогда этого не сделали в редакции. Ну, так как этой редакции не существовало, это очень просто. Просто это позволяет, собственно, Татьяне говорить о том, что это пошло и так далее. То есть она как раз здесь выступает именно как человек, который, может быть, и отвечает на симпатии Никитина, но то выражение, которое они принимают в статье, она сразу прочитывает как явно некорректное и этому противится. И, собственно, вот вся эта история с тем, как она даже представляется, мы тоже об этом говорили, да, что она называет себя полным именем и упор на ее должность тоже прослеживается. Ну, героиня Ларисы Колобкиной это героиня, которая активно пытается найти свое место в абсолютно мужском мире. Потому что, если мы посмотрим некоторые дальнейшие сцены, сцены заседаний вот этого ведомства, где решаются вопросы в предприятиях общественного обслуживания, да, то там, в общем, одни мужчины и журналисты, все мужчины, как мы заметили, то есть журналисток там среди них нету, да, в их компании. Может, они там и есть, но нам их не показывают. Да, в лучшем случае это машинистка, да, жена Тенгиза, которая печатает, но вовсе не является автором или авторкой какой-то статьи. И в этом смысле Татьяна Шумова, она чувствует себя неуютно, ведь ее пытается завербовать товарищ Кундаков, но явно не предлагает ей равноправную роль. Он говорит ей, что у меня уже и так примерно в этих 50 Бельгиях, которые составляют его район, сейчас мы забегаем чуть вперед, уже много разных людей, которые он привез из Плехановского университета, он не уточняет, конечно, их пола, но тем не менее, для него она тоже объект вербовки, да, и даже предложение потом он делает ей так довольно странно. Ну, про кучу людей это он говорит в сценарии, в фильме этого нет, но там как раз, да, тоже проблема в том, что не совсем понятно, что именно он ей предлагает. Во-первых, довольно мало Бельгии он ей предлагает, а во-вторых, предлагает разом и жениться, и работать на него, как бы, да, вместе с ним под его руководством. То есть двойная какая-то вербовка идет такая странная тоже. И в сценарии более четко это прописано, что Татьяна тоже хотела бы выяснить вообще, что именно происходит там в первую очередь, во вторую очередь и в третью очередь, что именно его интересует. Но вот этот мужской мир, он, конечно, действительно в фильме, если его разглядывать, становится заметен, мне кажется. Да? У тебя возникло такое впечатление? При просмотре не скажу, что я обратила на это внимание, но сейчас когда Стас начал говорить, да. Ну и по сути дела никого не интересует, что на самом деле думает Татьяна Шумова, потому что, в общем, как бы, если бы не постоянная реакция и атака в ее адрес, может быть, она себя бы и не проявила на самом деле, да? Ее заставляют действовать в этом фильме, и в общем, это такой импульс дает именно мужская агрессия, мне кажется, да? Если бы не статья Никитина, если бы не давление со стороны коллектива, которое явно подогревается Кутайцевым и другими мужскими персонажами этого фильма, Кондаковым. Да, и женскими тоже. Мизогиния у них приобретенная, вот. Женская мизогиния. Нормальная явление. Да, это то, в чем обвиняют сейчас в Фейсбуке, если вдруг человеку не нравится слово режиссерка, например. Это вот, значит, женщина, которой это не нравится, она уже настолько восприняла мужскую точку зрения, что готова за этим следовать. Кому здесь не нравится слово режиссерка, мы за вами выехали уже. То есть здесь как раз Клава и Зинаида поддерживают этот мужской миропорядок и являются предательницами советского гендерного равноправия. Это я сейчас наделала, как говорится, на английском шляпу, на феминистке активной. Ну, а вообще, существуют какие-то убедительные исследования, работы, связанные с этой темой материалитичного кино? Нет? С темой какого кино? Гендерное исследование на материале советского кино. Не, на самом деле, я еще наткнулась буквально вчера на исследование американки, и она обращала внимание не на сами фильмы, а на постеры к этим фильмам, как рекламный материал, как материал, который привлекает аудиторию в кинотеатры. И она обращала внимание на то, что особенно это касается, конечно, молодежных комедий американских, зачастую там изображены мужские персонажи, мы видим лица этих актеров, но при этом, например, женский персонаж показан без лица, только там часть фигуры или ножки, или ягодицы в купальнике. Вот, я это стала обсуждать со своей хорошей, знакомой, я не знаю, Мариной Тарапыгиной, с которой мне, в принципе, интересно всегда обсуждать кино, и которая тоже не совсем понимает, что такое объективация в кино. И она заметила, что если нам показывают как раз часть тела знаменитой актрисы, то да, это её объективация, вероятно. А если же нам показывают просто часть тела, то это само по себе объект, то есть как мы можем объект объективировать. Нам подчёркивают, ну, тематику вот этих фильмов молодёжных комедий. То есть тут всё спорно, и меня смущает чаще радикализм и непримиримость позиций тех, кто эти исследования проводит, но сами исследования полезны, и, наверное, надо просто как-то выстраивать диалог сторонников разных позиций. Ну да, просто ещё проблема в том, что мы часто пытаемся совместить две разные системы. Во-первых, систему западного кино, которая основывается на голливудском, которая основывается на студийном и завязанном на кинозвёздах, да, вот «Золотой век», Голливуд, 30-е, 40-е годы, и собственные американские, как бы такие американские горки, их различных волн феминизма, да, и советский гендерный проект, так называемый, когда декларировалось женское равноправие, и дальше на женщину навешивалось сразу всё, и работа, и общественная нагрузка, и, собственно, нагрузка демографическая. Поэтому мы, допустим, подходим в 80-е годы к такому странному гибриду в фильме «Москва слезам не верит», который вот ещё несколько лет назад, например, в одном учебном заведении в Берлине девушка русская писала некую работу письменную, и я общалась с её научным руководителем, который говорил, вот непонятно, вот этот фильм, он как бы прогрессивный или он наоборот консервативный. Вот Катерина в этом фильме успешная женщина, да, воспитала одна дочь, является депутатом и руководителем, и тут появляется… Он же Жора, он же Гога, он же Алексей Баталов. Да, Алексей Баталов в грязных ботинках, и всё. И к чему мы приходим в итоге? Что они достигают какого-то баланса, какой-то гармонии, или она отбрасывает вот эти свои амбиции профессиональные, да, ради того, чтобы он никогда от неё не ушёл, грубо говоря, да, и не обиделся на то, что она больше, чем он зарабатывает. Вот это странная идея, которая, с одной стороны, подключается к этому всему советскому проекту, феминистическому, да, а с другой стороны, получила премию «Оскар», какой-то зарубежный фильм. То есть там они в этом увидели что-то, опять же, чисто такое мелодраматическое и вполне себе привычное им. Поэтому это очень странно и непросто обсуждать, к сожалению. Это в любом случае непросто обсуждать, потому что мы всё время говорим скорее про этические моменты, хотя было бы интереснее в разговоре о кино, наверное, затрагивать эстетически. Именно это меня смущает, да, всегда в разговорах об объективации женщин в кино и где бы то ни было ещё. Вот, то есть, может быть, надо говорить о том, какие ракурсы как раз показывают объективацию женщины. Кто выбирает эти ракурсы? Может быть, это оператор, может быть, они вместе с режиссёром сидят, а может быть, сама актриса подходит и говорит, нет, я хочу быть красивой, снимайте меня вот так. Потому что Бергман, Ингрид, она же просила снимать с определённых ракурсов там. «Рабочая сторона» это называется. Да-да-да. Рената Литвинова, которая, как и Муратова, и сценарист, и режиссёра, главная актриса, она тоже там где-то в интервью говорила, что вот у меня есть рабочая сторона, я себя снимаю так, ей важно быть красивой на экране, не обязательно для мужчин. Вот Лора Малви в 60-е и Джон Дорчер сказали бы, что всё равно для мужчин. А вам не кажется, что женщин как таковых в этом фильме довольно мало? Ну, то есть, есть персонажи, которые все соединены примерно к своим социальным функциям, к работам, к ролям, которые они выполняют в обществе, на работе, да, то есть, ну, вот она официантка и всё, и больше никто, да, и за них замуж не идут, и вообще. А вот это вот директор ресторана и тоже больше никто. Так, по крайней мере, задумано в сценарии, так, по крайней мере, задумано режиссёром, а при этом сами персонажи пытаются вырваться из этих границ и всячески, может быть, даже бунтуют, и это там, в общем, такая прямая дорога как раз к фильму Москва слезам не верит. Это действие которого остаётся лет 15, а начинается-то как раз он примерно в эту самую эпоху, да, ведь если отматывать от конца 70-х годов 20 лет, ну, примерно, плюс-минус, это примерно получается та самая эпоха, когда героиня Вера Лентовой приехала в Москву и начала здесь пробиваться как может. Ну, подожди, а Кутайцев кто? Вот он заместитель директора, он неприятный тип, а кто он ещё, кроме этого? А в том-то дело, что он тоже такая маска, да, по большому счёту мы ничего не знаем про него, воевал он, не воевал, он комический персонаж, у которого нет прошлого, как в общем-то. Ну, то есть мужской персонаж тоже так показан. Вот, наверное, да. И журналист Никитин тоже довольно условный. Ну, слушайте, ну, это же жанр, да, мы же существуем ещё, кроме всего прочего, в параметрах жанра. Ну, то есть, парадоксальная вещь этого фильма в том, что он находится как раз, это же переломный фильм для Лизанок, много раз про это говорили, что он пытается нащупать новый путь в искусстве, можно так сказать, новый путь в кино, новый путь в комедии. Он ещё не знает, как надо, как ему кажется правильным, да, потому что, когда мы смотрим следующие фильмы и «Берегите автомобиль», и «Зигзаг удачи», мы видим очень длинную биографию за каждым из персонажей. За персонажем Леона в «Зигзаге удачи», за тем же самым Андреем Мироновым в «Берегите автомобиль», да, мы как-то уже можем достроить его биографию предыдущую. То есть, он очень такой трусливый персонаж, который долго шёл к успеху и очень боится, что может что-то произойти, да, у него вот эта биография через машину выстраивается. И «Деточкин», да, про которого тоже мы знаем явно больше, чем могли бы, если бы это снимался фильм чуть раньше, может быть, «Рязановым» вместо жалобной книги. Вот есть фильм «Служебный роман». Как там соотносится, кстати, производственная, как бы профессиональная категория или личная? что Кутайцев обязан щипать официанток или всё-таки не обязан? Вот с этого вопроса и надо было начать обсуждение. Он это делает с точки зрения профессиональной и личной? Вот это интересно. Да, он это делает, потому что того требует жанр слэпстика, да, или жанр вообще эксцентричной комедии, в которой персонаж выкидывает какие-то смешные номера, его же бьют по руке в этот момент, да, официантка так брезгливо это делает, точнее, бюджетчицца брезгливо так как делает. Привычно, я бы сказала. Привычно брезгливо. Вот. Или всё-таки он делает, потому что это имманентные свойства администратора, да, за штатного ресторана. Это тоже самое. Риторический вопрос. Хорошо. По-моему, это два варианта, которые одинаковые, нет? Нет. Но они не противоречат друг другу. И это был самый удивительный выпуск подкаста «Вопросы без ответов». А я шучу. Я не знаю, что можно ответить на этот вопрос и можно ли на него ответить в принципе. По-моему, это вполне укладывается в характеристику персонажа. А как этот момент, собственно, написан в сценарии? Какое слово употребляется? Он что делает с буфетчицей? Там меняется на самом деле от варианта к варианту вообще в принципе расположение этих сцен. И в первом литературном варианте 1964 года, там даже нет имени Рязанова на титульном листе, там в принципе вот этого всего нет. Во втором варианте он уже появляется в литературном сценарии, вот эта идея про плюш, про модерн и так далее. И в режиссёрском, соответственно, разрабатывается это чуть дальше. Я думаю, что если мы посмотрим в этот литературный или режиссёрский, то там что-нибудь будет. Вообще ещё интересно, а мужчина режиссёр может быть носителем вот этого женского взгляда? Проблема в том, что про мужской взгляд даже феминистки и кинокритики, теоретики в принципе как бы для себя всё поняли, а вот про женский взгляд не очень. Что такое этот женский взгляд? Там проблема в том, что женщине не дают быть субъектом, не дают действовать, что они всё время объект. То есть там проблема не в том, чтобы женщина посмотрела на мужчину и его захотела на экране, да, это тот же самый Трудров Валентина, например, Кларк Гейбл, кто год, Алексей Буталов, Олег Борисов. Проблема в том, чтобы на экране она видела себя и ассоциировала себя с героиней как воплощением себя на экране, именно как действенного и действующего персонажа. Либо ей приходится ассоциироваться с мужчиной, и понятно, что это тоже происходит. Но это такие вещи, которые не проверяются экспериментально, да, то есть это можно пытаться помыслить, но как на самом деле это можно зарегистрировать, мне лично не ясно. Поэтому я таких исследований немножечко даже опасаюсь. Вот, да, да. Ну и потом ты говорила про режиссёр и режиссёрка, ну, деление нам всем уже известное, но это же не обязательно деление гендерное, это может быть и стилистическое деление, грубо говоря, как поэт и поэтесса. И Сергей Есенин, очевидно, поэтесса, мне кажется. А Анна Ахматова поэт. Да, да. Ну и Цветаева там. И это неплохо, нехорошо, просто, ну, стилистическая окраска. Поэтому мне интересно, кто из мужчин-режиссёров, условно, режиссёрка. Тут интересно думать о кинематографе, который, ну, типа, там, Педро Альмадовар, например. Который вот… Телесный ещё. Да, очень телесный и такой кемповый, да, и как раз не гетеронормативный, мне кажется. Или, допустим, как апроприируется звезда-женщина зрителями, которые принадлежат к гомосексуальному сообществу. Как вот это, там, Барбара Стрейзен, условно говоря, да, становится их воплощением, а не объектом для них. Это тоже аспект, который очень важен в этом и не всегда затрагивается. Нам нужен эксперт. Нам нужен эксперт. Ну, что я могу сказать? В режиссёрском сценарии, конечно же, всего этого нет. Точнее, там есть сцены, но там нету вот этих вот штук, которые придумывает, видимо, Папанов прямо на площадке. Цитирую. Посреди зала с чрезвычайно задучим видом проходит Кутайцев. Он внимательно и придирчиво оглядывает зал. Колонны, разделанные под мрамор, стены, тяжёлые люстры, плюшевые портьеры, посуды на столиках. Что-то бормочет себе под нос, раз будет руками, у него в руках газета. Когда мимо проходит Клава, Кутайцев останавливает её, негромко спрашивает. Ну скажи мне, пожалуйста, Клава, ты чья культурный? Чем ему всё это плохо? Он широким жестом обводит рукой зал ресторана. Чисто, уютно, есть где посидеть, где время провести. Этот плюш, я его, можно сказать, зубами втрясти вырвал. За такой плюш любая дамочка полжизни отдаст. Это точно подтверждает Клава. В течение всего эпизода музыка, которая останавливается, это снова возобновляется. И мы не будем здесь всяким стиляжем вкусом подражать, вдруг рассердившись уже громко говорит Кутайцев. Не будем. Модерн ему нужен. А мы не для модерна работаем, а для советского простого человека. В этот момент начинается следующая сцена. Камера перемещается в кабинет директора, а не в кабинет заместителя директора. И что мы видим? На песне на столе лежит газета с Татьей Никитиной «Испорченный вечер». На газету капают слезы. Здесь конец музыки. Татьяна сидит в своем кабинете и плачет. Стук в дверь. Татьяна шмыгает носом, теряет глаза и говорит «Войдите». В дверь входят Кутайцев. Подходят к столу Татьяны. «Изучаете?» Сочувствованно улыбается заместитель, заметив состояние Татьяны. Он присаживается на стол, деликатно откашливается. Кабинет директора ресторана невелик. Он расположен в полуподвале. Окна выходят в зал ресторана. Кутайцев утешают Татьяну. «Вы меня, Татьяна Александровна, извините, вы человек в нашей системе новый, молодой, а я этих филитонов на своем веку читал-перечитал. И про себя тоже. Ну и что? Статья – дело пустое. Одного только надо постеречься. Как бы всякие ходить не начали? Кто всякие? Не понимает Татьяна. Известно, кто. Кутайцев многозначительно поднимает палец. Они. Достав из песни устала какие-то бумаги, Кутайцев уходит, оставив Татьяну в недоумении. Ну а дальше примерно так, как все было в фильме. То есть конкретно этого эпизода с щепком Кутайцева не было? Не было. В режиссерском сценарии его не было. Либо это импровизация Папанова. Скорее всего, так оно и было. Либо Рязанов тоже там на площадке. Да, наверное, так. Мы начинаем эту сцену в предыдущей минуте как раз с двух официанток. На их среднем плане у барной стойки, вернее, Клава и Зинаида разговаривают, обсуждают газету. Потом мы едем с Клавой к столику. Папанов там периодически тоже бродит по кадру. И возвращаемся опять с их диалогом. И их диалог тоже идет вот на этом проезде. Мы возвращаемся обратно ровно туда же к официанткам и завершаем как бы эту сцену вот этим ударным моментом. Не ударным, а щипковым моментом, скажем так. Щипковые инструменты. Руки Папанова. Мне кажется, что можно только подвести итог и сказать, что явно мы за эту минуту проблем гендерного равноправия в кино не решим. А виктивация Черт, а я так рассчитывал в понедельник. За один день, за час все это... Да, прости. Ну давай, тогда ты говори. Давай завершай. Говори, говори, завершай. Слушайте, ну я, например, как гость лишний раз и как постоянный слушатель подкаста «Дайте жалобную книгу», лишний раз поняла, насколько полезен поминутный и покадровый просмотр и пересмотр всех фильмов. Вот, спасибо за это. Не знаю, сказала ли я что-то полезное, но, по крайней мере, это было любопытно. А в целом, если резюмировать, на твой взгляд, насколько хорошо сохранился этот фильм? Насколько он хорошо выглядит сегодня, спустя 50 лишних лет после своего создания? Ну, у меня немного смещенная киноведческая оптика, но, по-моему, он выглядит отлично, он выглядит современно, и более того, я его советовала друзьям, которые не киноведы, и им он показался довольно стильным, как и герой Борисова. Но это вы уже обсуждали в первых выпусках. Ну что же, а мы можем только продолжать этот разговор в следующих минутах. Минут будет еще впереди много, будет много новых гостей, которых мы приглашаем к нам на запись этого подкаста. И я напомню, что это был очередной выпуск подкаста проекта 18.19.5. Йоу, дайте жалобную книгу на минутку. Посвященный по минутному разбору фильма или даже заново, дайте жалобную книгу. Его ведущий я, Станислав Дединский. И я, Наталья Рябчикова. И сегодня с гостями была Алиса Мамедова, киновед, сотрудница музея кино. Пока. Ча-ча-ча!